Слава Богу, братья и сестры! Уже слова мира прозвучали, и я еще хочу сказать мир вам. Христос дает мир, и это совершенный мир. Слава Богу! Знаете, кто-то в мире может сказать, ну, я тоже там 100 грамм выпил, и неплохо так спокойно себя чувствую, кто-то укололся, но это не тот мир. Написано, Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас. Когда Бог дает нам мир, когда мы входим в Божий мир, тогда Господь активизирует духовные силы, которые действуют в наших интересах. И потому это не просто такое блаженное состояние. Это очень такое благословенное, это приносящее плод нашей жизни. Да благословит нас Господь! Я буду читать Слово Божие. Это первое место. Евангелие Иоанна, 15 глава. 4-5 стих. И второе место послание к Колосиным будет. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И послание к Колосиным, 4 глава, 17 стих. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял Господи». Господь сказал такие слова, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, так и вы, если не прибудете во мне». Здесь есть призыв и утверждение. Призыв – прибыть в Господе. Утверждение о том, что без Него, вне Его, мы не можем принести плод. Христос сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал. И послал, чтобы вы шли и приносили плод, и плод ваш пребывал. Какой плод Господь ожидает от нас? В послании римлянам сказано, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. И находясь во Христе, имея вот эту силу, имея эту благодать, мы можем сломать вот это греховное сопротивление, которое есть в нашей жизни. И мы не просто можем очистить чашу, которая внешне, изне, но изнутри. Вне Христа мы не можем принести этого плода. Когда-то апостол Павел сказал такие слова, «Ибо и мы». Когда он говорит «мы», он не отделяет себя от тех, кому он говорит. Он не был идолопоклонник, но он был очень набожный, религиозный человек, несмысленный, ибо мы были некогда, несмысленный, непокорный, заблудший. Рабы похотея различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Вот она, картина религиозного человека, набожного, но который не пребывает во Христе. Но во Христе мы можем принести этот важный плод. Еще о каком плоде Слово Божие говорит? Послание римлянам апостол Павел говорит, чтобы иметь и у вас плод, как и у прочих народов. То есть результат служения, к которому он подвязался. Но этот результат, он приходил не от его мудрости и способности. Это был мудрый, образованный, умный, талантливый человек. Но результат, который он имел в своем служении, он имел благодаря той силе, которая была ему доступна. Как и я подвязаюсь и тружусь, силу его, действующая во мне могущественно. И через пребывание в нем во Христе ему доступна была эта сила. В наше время, братья и сестры, очень важно пребывать в Господе. Важно понимать Бога и слышать голос Божий. И слышит Бога не тот, который знает адрес проверенного пророка, а тот, который пребывает в нем. Потому что помазание внутри, оно нас учит. И Господь говорит, «Прибудьте во мне». Это очень важно. Второе место, которое я прочитал, апостол Павел в послании к Колосинам говорит такие слова. «Скажите Архипу, чтобы он исполнил служение, которое принял в Господе». Кто такой Архип и его служение нам не так, наверное, много известно. Но у этого человека была задача, чтобы то служение, которое он принял в Господе, совершить его до конца достойно и правильно. И апостол Павел говорит, «Служение, которое ты принял в Господе». Мы все не имеем такую возможность иметь какие-то разные переводы, читать. И я в одном переводе прочитал служение, которое ты принял от Господа. Но все-таки, братья и сестры, вот синодальный перевод, он дает нам очень важную информацию, ценную информацию. Да, действительно, служение мы принимаем от Господа, но мы тогда только что-то принимаем от Господа, когда мы пребываем в Господе. И потому мысль, которую апостол Павел говорит здесь, оставляет. Он говорит, «Послушай, Архип, ты принял служение от Господа, потому что ты пребывал в Господе. Теперь твоя задача – достойно совершить это служение. Не просто хорошо начать, но и закончить достойно. И все тот же совет – продолжай пребывать в Господе». Когда ты пребываешь в Господе, тогда ресурс Господа, он доступен для тебя, для твоей жизни, и ты находишься в состоянии защищенности и оснащения. Хочу сказать, это универсальный совет для каждого из нас, находящегося на этом месте. Есть братья и сестры верующие, которые ищут своего призвания, служения, определиться вместе в теле Христовом, в чем состоит, в чем они могут быть полезны, на каком месте они могут служить Богу. Пребывайте в Господе, и вы найдете свое место в теле Христовом. Для тех, которые уже определились, они знают свое призвание, дарование, и, как написано, служите друг другу тем даром, который получили от Господа, и они знают, важно достойно завершить все тот же совет – пребывайте в Господе. Это чрезвычайно важно. Истинное христианство – это не просто быть частью какого-то поместного собрания, время от времени ходить, что-то делать в церковь, что-то делать, что-то не делать. Истинное христианство – это когда мы пребываем в Нем, а Он пребывает в нас. Пребывание в Господе подразумевает максимальное единение с Ним в чувствах, мыслях, желаниях, целях и ценностях. И когда мы пребываем в Господе, тогда мы и выражаем Господа. Есть такое место в Слове Божьем «Итак, будьте совершенны». Мы все время это видим, мы несовершенны, мы несовершенны, мы несовершенны. Это действительно так. Но когда Господь говорит «Будьте совершенны», Он подразумевает это, не говорит о том, что здесь мы можем достичь какого-то совершенства, как Бог. Но Он говорит «Послушайте, максимально демонстрируйте совершенство Христа». Вас обидели, а вы вместо того, чтобы огорчиться на этого человека, взяли его и простили. Вы продемонстрировали совершенство Христа. Все люди ропщат, потому что тяжело, трудно жить. А вы благодарите Бога. Вы продемонстрировали совершенство Христа. И когда мы пребываем в Нем, Христос сказал ученику «Верь, что Я в Отце и Отец во Мне». Слова, которые я говорю, я не от себя говорю. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Когда Бог пребывает в нас, Он и выражает себя, и мы выражаем Бога. И я сегодня хотел бы обратить внимание на наше пребывание во Христе. Когда мы уверовали и получили рождение свыше, Господь уже нас поместил в тело Христа. Мы уже, посаживши на небесах, мы уже пребываем в Нем, придем и обительство творим. Но это не вся истина о пребывании. И то, о чем я сегодня хотел бы говорить, то, что скажу о пребывании, это тоже будет не вся истина. Но обратить внимание на некоторые такие моменты, которые очень важны, нужны, без которых мы не можем говорить о нашем пребывании в Боге. И самое первое, на что хотелось бы обратить внимание. Послание и послание, а евангелист Иоанн 15 глава, мы читали там ниже, написаны такие слова. Я зачитаю 7 стих. «Если пребудете во Мне, и слова Мои пребудут в вас». Пребывание в Боге достигается посредством пребывания в Слове. Господь сказал, «Освяти их истиной». «Слово Твое есть истина». Если мы пребываем в Слове истине, мы пребываем в Нем. И Иоанн, первое послание Иоанна, 4 глава, 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий?» Это основная, это главная истина Нового Завета и всей Библии. «В Том пребывает Бог, и Он пребывает в Боге». То есть очень ясно сказано, что наше пребывание в Боге, оно достигается нашим пребыванием в Слове истине, Христа. Но вот очень важный момент, на который я хотел бы заострить внимание. Когда-то Иисус стоял перед Пилатом, Пилат вышел и сказал такие слова. «Ты царь иудейский?» Пилат произнес слова истины. Да, Иисус был царь иудейский. И вот ответ Христа – это очень важно. Его слова, они всегда имеют глубокий-глубокий смысл. Мы так вот не видим, но они всегда имеют глубокий смысл. И он говорит, я верю, братья и сестры, это то, что Бог сегодня говорит в своей церкви к современному христианству. Говорит, от себя ли это ты говоришь? Или другие сказали тебе обня? То есть вот эти слова истины, которые ты сказал, которые ты произнес, являются ли словами твоего глубокого внутреннего убеждения? Или просто ты сказал, ну, принято так говорить, мы ходим в собрание, где правильно говорят, мы соглашаемся, но насколько эта истина, она внедрена в наш дух. Ведь мы в жизни нашей поступаем, исходя из своих убеждений, люди жизнь отдают за свои убеждения. Это очень важно. Написано, апостол Павел цитирует, один из псалмов 115, «Я веровал, потому и говорю». То, что мы говорим, то, что мы произносим, мы действительно в это глубоко верим. Такое бывает в жизни, что и люди верующие болеют, и коварные приходят болезни, и по-разному реагируют. И некоторые реагируют, они разочаровались во всем, в Боге, сердца озлобляют, ожесточают, готовы идти против Бога, броситься во что угодно, а бы помогло, а угодно Богу или не угодно. Но послушайте, вы же много раз говорили, что Бог, Он всемогущий, способен исцелить всякую болезнь. Когда в церкви говорилось о том, что любящим Бога, признанным по Его изволению, ищего содействия ко благу, вы громче всех кричали, аминь. Так это просто были слова? Или это, есть ли это слова, истины, которые есть в нашем сердце, то мы, соответственно, будем и поступать. Это определяет наше отношение. Оно определяет отношение ко всему. Ко всему. Братья и сестры, если бы мы глубоко понимали, как важно прощать. Молитве очень надо, и прости нам долги наши, и какие мы прощаем должникам нашим. Непрощение – это открытая дверь для дьявола. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Ну, иногда так легкомысленно относятся, ну, не прощаю, ну, не прощаю. Да мы приложили все старания, усилия, чтобы простить, потому что мы глубоко понимаем, это важно, это нужно. Если бы мы понимали, как важно быть частью собрания, посещать богослужение, что где у вас двое или трое, собранные во имя Мое, Господь обещает нам дополнительное присутствие. Мы разойдемся, и все, это обетование перестанет действовать. Наши собрания по количеству посещающих, они бы не сильно отличались воскресного и буднего дня. Ну, так как это не глубоко в сердце, то мы иногда видим то, что мы видим. Отношение наше к молитве – это очень важно, иметь глубокое внутреннее убеждение. те юноши, которые стояли, мы делаем ударение на вдохновение, на эмоции, все это так, я ниже чуть скажу, но, братья и сестры, те юноши, которые стояли перед пламенем огня, и они не поклонились истукану, они не были вдохновлены. Я думаю, элемент страха человеческого, потому что они тоже люди, но они поступили так, как должны были поступить. Они не были вдохновлены, они были убеждены. Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи. А где же остальные евреи? Что там только три еврея было? Всю страну ввели, немногих оставили. Были евреи, которые слышали неоднократно, но эта истина, она не проникла глубоко в сердце. От себя ли от этого говоришь? Слава Богу за правильную церковь. Слава Богу за то, что правильное мы слышим. Слава Богу за то, что мы правильно говорим. В Библии написано, слово Христово да вселяется в вас обильно. Это не просто понимается. Вот мы должны читать слово Божие много, запоминать, цитировать это. Все это так. Но оно должно проникнуть в наш дух, в наше сердце. Вот там они насклижали к нашего сердца. Мы не просто должны носить истину здесь. Но есть разные носители, электронные, печатные. Мы должны иметь Библию, истину в сердце наше. Следующее, что я хотел бы сказать в отношении истины. Истина, она, это что-то очень важное, ценное. Идеал лучше понимает, нежели мы. И дьявол пришел, чтобы украсть. И он не заинтересован в нашем кармане. Он заинтересован в нашем сердце. То есть, именно те правильные убеждения, которые мы имеем, чтобы их разрушить. То есть, разрушить основание, фундамент. Если фундамент разрушить, то все остальное рухнет. И пример одного, библейский один пример, попытка, атака, силы зла, силы тьмы разрушить те правильные убеждения, которые имел человек, и благодаря этому убеждениям у него были правильные отношения с Богом, и он был благословен, большое будущее его ожидало. Это Асаф. Он говорит о своих переживаниях. Как благ Бог к Израилю чистым сердцем. А я, едва не поколебались стопы ног моих, я позоверил безумным, видя благоденствие нечистивым. Ибо им нет страданий до смерти, силы их крепкие. Рабочей человеческой нет с ними. Гордыш, как и жерелья, обложил их. Благоденствуют веки этому. И когда он посмотрел на этих людей, а потом говорит, так не напрасно ли очищал сердце мое? И мывал невинностью руки мои? И подвергался ранами каждое утро, обличениями там каждый день? То есть эти люди, они живут, благоденствуют, они сильно не напрягаются в вопросах там Бога угождения. А я стараюсь, я не хуже меня, они лучше преуспевают в этой жизни. Знаете, этот человек поколебался, но Бог его поддержал. Он показал конец. Говорит, так на скользких путях ты их поставил и не звернешь их в пропасть. Вот их конец. А Осибелла сказал такие слова, но ты всегда со мной, ты держишь меня за правую руку, руководишь меня советом, а потом примешь меня в славу свою. Бог утвердил его. Хочу сказать, это такое классическое искушение для правильного человека. Мы будем видеть людей нечестивых, и здоровье у них такое неплохое, крепкое, и финансовом положении, и дети, и семья, и то, и другое. Вот. А какой смысл мне напрягаться? Но Библия говорит, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое востояние. Потому что будем держаться пути Господня и будем друг друга наставлять в вопросе богоугождения и благочестивой, богоугодной жизни. Отношение истины хочу сказать о том, что она не будет восприниматься доброжелательно. Послушайте народ, у которого сердце законно. И дальше. Не бойтесь поношения людей и злословия их, не страшитесь. Христос сказал о том, что будете ненавидимы всеми народами за имя Моё. А что ж мы такое плохое сделали? Христос сказал, вы ищете убить Меня, потому что Я тот человек, который сказал вам истину. Истина, она не будет, она будет агрессивно восприниматься. Мы не должны этого бояться. Христос вошел в синагогу и прочитал книгу пророка Исаия. Дух Господен на мне. Ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, пробовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу. И дальше Он говорит такие слова. Поистине, много было вдов в Израиле, но ни к одной не был послан, или как только ко вдове в Сарепту Сидонскому. Много было прокаженных в Израиле, или из рода Израилю, из колена Вианинова, обрезанного в восьмой день и так далее. Но никто не очистился от проказы, кроме язычника Неймана Сириянина. Пришел проповедник, и он говорит такое, они таких проповедей никогда не слышали, и проповедников таких не встречали. Эта синагога, возможно, сменила не одно поколение верующих. Но вот пришел молодой проповедник из Назарета, и он говорит, а каким проповедям они привыкли? Каких проповедников они привыкли слышать? Вот таких вот проповедников. Мы – народ избранный. Бог в отношении нас изрек доброе. Мы – наши отцы, боголюбы, богоугодники. А вот эти язычники, они такие всякие идолопоклонники, они объят гнева Божию. И правоверный иудей молился такими словами – «Боже, благодарю Тебя за то, что Ты сотворил меня ни язычникам, ни женщиной и ни рабом». Приходят проповедники и говорят, послушайте, оказывается, язычники не такие плохие. У вдов Израиля не нашлось веры, а вот это язычницы. Прокаженные израильтяне не могли поверить, а этот язычник – и вы не такие хорошие. Он им сказал слова истины. Посмотрите, как они отреагировали. Агрессия. Взяли его и хотели сбросить со скалы. Мы не должны бояться этого антагонизма. Мы должны бояться потерять истину. Живи на земле и храни истину. Это самое ценное, что есть. Если мы не храним истину, невозможно пребывать в Боге, во Христе, находящем вне истины. В истине находясь. Самое опасное, что с нами может произойти – люди боятся умереть, сейчас вирус вот такие. Это естественно как бы… Но это далеко не самое страшное. Это не самое страшное. Самое страшное – это попасть в обольщение. Это попасть в обольщение. Это человек, который в обольщении, просто нужна какая-то особенная благодать. Потому что, если вы имеете опыт что-то сказать, ты ему хоть в лоб стреляй, хоть ты ему ком на голове, чеши он на своем. При всей очевидности – это беда. Это беда. Вот это самое опасное. И потому Господь говорит – живи на земле и храни истину. И еще в наше время много верят и такие искренние. Я часто слышу – ой, они ж такие искренние. Неужели они не спасутся? Люди не спасаются искренностью. Люди спасаются истиной. Когда-то Давид так искренне перевозил ковчег. Но пришло поражение. Почему? Да проигнорировано было слово Божьего. Не перевозить надо. Он на плечах священники должен нести. Да будут осуждены все неверовшие истине. И те, которые в заблуждении, неискренне заблуждаются. И те, которые будут осуждены, они будут очень искренними людьми в своем заблуждении. И потому что это самое ценное. Иисус является истиной. Сегодня религиозная тьма покрыла народы. Вот эти слова – ах, как человек верит, лишь бы он верил – это слова из самого дна преисподней. Надо правильно верить, как написано, как сказано. И потому, Господь, если пребудете во мне, из слова Мои пребудут в вас. Слово истины. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, когда мы говорим о нашем пребывании во Христе. В Слове Божьем сказаны такие слова филиппийцам. «Вас должны быть те же чувствования, что и во Христе». Апостол Павел когда-то сказал такие слова. «Дабы искали Бога, не ощутят Его». То есть пребывание в Боге, оно подразумевает какие-то переживания на уровне чувств. Оно сильно затраивает чувства. Апостолы оставляли новообращенных, а они исполнялись радостью Духа Святого. «Ибо Царство Божие не пища питье, но правильность, мир и радость во Святом Духе». Я говорю так, хотя минимум две трети Царства Божьего согласно этому стиху, не так или иначе затрагивает наши чувства, область нашего чувства. Они очень нужны. Хочу сказать, проблема наша на данный момент, это не только отсутствие здравого учения. Сегодня церковь, она потеряла переживания в Боге. И тогда это не животворит. Тяжело молиться, когда ты ничего не переживаешь. Бог, Он как-то вот так предусмотрел. Я смотрю, говорят, молодежь, я смотрю не только на молодежь, но и люди более пожилого и среднего возраста. Они нуждаются в каком-то вот таком переживании. Написано, «Вкусите и познайте, как благ Господь». То есть оно подразумевает. И для многих верующих я слышу свидетельство, что-то есть похожее. Вот они ходили в церковь, но их точка счета настоящего христианства, оно, когда они что-то пережили, они имели некое переживание. И есть чувства, которые как эмоции. Вот они на время пришли и ушли. И это нормально, это хорошо, это правильно. Но я хотел бы обратить внимание на одно такое чувство, которое должно быть характерно, но характерно для человека, который пребывает в Боге. И если мы ставим задачу своего пребывания в Боге, то мы должны иметь вот это чувство. Что это за чувство? В послании Иоанна, 4 глава, написаны такие слова, 12 стих. «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, или Бог его совершенно есть в нас». О чём это сказано? Здесь сказано о том, что пребывание в любви – это и есть пребывание в Боге. И тот пребывает в Боге. Есть похожие места, можно параллельно находить, которые говорят о том, что пребывание в любви – вот оно чувство. Вот оно чувство. Любовь, она имеет такое многоразличное переживание, разные аспекты. И в послании Коринфи нам послал Павел, любовь долготерпит и милосердствует. Когда-то один языческий царь, то есть его придворные сказали, мы слышали, что израильские цари – это цари милостивые. И для человека верующего должна быть характерна милость, милосердие. И это и есть выражение любви. Выражение любви. Есть такое интересное место священного писания, это книга Судей, первая глава. Там сказано, что после смерти Иисуса Наяна сыны Израиля выпрошали Бога. Кто пойдет на Хананея? Господь сказал, Иуда пойдет. Иуда взял в жребий Симеона, брата своего. Они разбили этих Хананьян, встретились с неким Адоний Везиком, царем Ханаана. Его разбили, захватили живым в плен и отрубили ему на больших ногах и руках паль... на руках и ногах большие пальцы отрубили ему. И когда они это сделали, он сказал такие слова. Семьдесят царей с отрубленными на руках и ногах большими пальцами собирали и подбирали крохи под моим столом. Как поступал я, так и Бог мне воздал. Привезли его в Русалим, и он там умер. Когда мы читаем это место еще на Писании, кто-то может сказать, брат, очень сильное место о Божьей справедливости. Все-таки есть Божий суд, есть Божий правосудие. Вот ни армия, ни что вот не защитило, но Божья рука, она достигла. Да, я хочу сказать это так. Но, братья и сестры, это когда мы вот видим человека, который ну делает зло, беззаконие, творит, вот что мы думаем, вот наша первая реакция. Я это заметил за собой, я это замечаю за других, это такая естественная. Мы думаем, вот когда и как Бог его накажет, правда? Ну, это так. А что думает Бог, когда вот видит человека, творящего беззаконие? Мы говорим о том, что пребывание в Боге, оно подразумевает единение с Ним в Его мыслях, Его желания. Да, Бог, Бог судья всей земли, и Он судит людей. И когда суд человеческий не настигает человека, то Божий суд настигает человека. Но это не единственное, что думает Бог. И это не самое первое, что думает Бог. Бог помышляет, написано, как и отверженного, не отвергнуть. И Бог сначала, человек видит, творит беззаконие, как бы, чтобы он исправился, чтобы он остановился, чтобы не постигло его наказание. Если он пускает свой шанс, ну да, тогда он пожинает то, что он сеял. У этого места, сейчас еще на Писании, есть параллельное место. В Библии есть параллельные места. И параллельное место, это Евангелие Луки, 23 глава. Это распятие Иисуса Христа, когда были распяты с Ним два разбойника. И один из них злословил, поносил, а другой унимал его, говорил, послушай, мы справедливо осуждены, мы достойных по делам нашим приняли. А он ничего плохого не сделал. И дальше он говорит такие слова. «Помяни меня, Господи!» Не просто человек, учитель, еще там кто-то. «Господь, царствие Твое!» Да придешь. Господь говорит, «Ныне же будешь со Мною в раю». А Господь ему сказал так. Что сделал этот человек? Два момента. Первый. Он осознал справедливость наказания. И второе. Он уверовал в Господа. Господа. Вот это необходимые условия, на основании которых Бог оправдывает человека. В послании римлянам сказаны такие слова, что в нем открывается правда Божия. «От веры в веру», как написано, праведной верой жив будет. Этот стих Священное Писание, он говорит о том, что Бог оправдывает человека по вере. Но та вера, по которой Бог оправдывает человека, она, вот апостол Павел так ее называет, «от веры в веру». Если посмотреть разные там места прочтения, то, я читал, человек оправдывается только верой. Правильно ли? Это правильно. Но все-таки более точный и глубокий перевод, он всенодальный перевод. Апостол Павел говорит о том, что вера, она должна иметь две составляющие. Есть разные веры, поэты, и поэты Бог не оправдывает. Но вот такая вера, которая имеет две составляющие. Что же это такое за две составляющие? Читая тоже послание римлянам, первое, второе, начало половины, где-то третьей главы, говорится о чем? Доказывается всеобщая греховность людей. Иудеи, эллины, все согрешили, лишены славы Божьей. Это первое. Второе, апостол Павел обращает внимание на Бога, на личность Иисуса Христа. Он жертва милостивления, он спаситель, он оправдывает. Если человек верит, что он грешник, но не верит, что Бог способен его оправдать и спасти. Может ли эта вера спасти его? Может ли он быть оправдан? Нет. Если он верит о том, что в Иисусе Христе нам приготовлено спасение и на основании его жертвы кровью Бог прощает и оправдывает человека, он не признает себя грешником. Может ли эта вера его спасти? Нет. Но при наличии того и другого, который вера имеет две составляющие, Бог оправдывает, что сделал разбойник? Он согласился, он признал себя грешником. И он поверил в Господа. Он выполнил условия. И Господь ему говорит, ныне же будешь со мною в раю. Если мы посмотрим на это место, книга «Судей», первая глава, Адоний Везик сделал один в один. Они даже умерли оба в Иерусалиме. Он согласился со справедливостью Божьего наказания. Как делал я, поступал, так и мне Бог воздал. Я виновен, я грешник. И он говорит, Бог, я посмотрел все возможные переводы. Вот это слово Бог, а может быть, с маленькой буквы, может быть, это исповедание какого-то языческого башка. Все, насколько я посмотрел, Бог с большой буквы. То есть, он выполнил два тех необходимых условий, две составляющие. И если Господь сказал разбойнику, ныне же будешь со мною в районе, что Бог мог сказать Адонию Везику? Мы не должны этому удивляться. Бог не лицеприятен. Как я говорю, если можно сказать, вот нам нетрудно поверить, что Бог мог оправдать новозаветнего бандита. А то, что ветхозаветнего бандита, то как-то, ну, Бог, он не лицеприятен. И вот этот человек, деспот, чья-то боль, позор, унижение были для него наслаждением. А Бог явил милость. И кто-то скажет, это сильное место справедливости Божьей. Я скажу, это сильное место о милости Божьей. Бог способен прости то, что люди не прощают. Есть один стих, который мне долгое время как-то озадачивал. Я не мог его понять в Слове Божьем. 50-й Псалом, 6-й, кажется, стих. Это Псалом покаяния Давида, когда он согрешил с Ферсавией. Пришел пророк Нафан и обличил его. И он говорит такие слова, «Тебе, тебе единому согрешил». Я думаю, Господи, ну, как ты утверждаешь, что ты только перед Богом согрешил, а против мужа ее не согрешил ты, а против ее родни. Ты не согрешил? Да, согрешил. Но что понимал Давид? Давид понимал, что то, что он сделал, люди такое не прощают. Тебе, это единственный ты можешь прости. У людей бесполезно искать прощение. Это не просто было рядовое преобладеяние. Урия, хитянин, который сражается, кровь пот проливает за то, чтобы тебе уютно сиделось на твоем престоле. И это не просто он согрешил, потом вдруг опомнился, ему донесли, ты знаешь, чья-то жена. Он разузнал. Это настолько было осознанно. Послушай, ты в чё постель лезешь? Ты чё? Ахитофил не простил. Ахитофил это дедушка в Версаве. Он был из самых активных заговорщиков. Люди такое не прощают. Есть то, что люди не прощают. Когда Авесолом составил заговор, он призвал Ахитофила. Ахитофил говорит, послушай, поставь палатку на кровле дома и войди к женам наложницам отца. То что говорит Ахитофил? Авесолом, жги мосты. Ты сейчас должен что-то сделать такое, после чего тебе не будет примирения, прощения. Всё можно, но только не это. Есть то, что люди не прощают. Я смотрю, второе собрание, оно более наполняемо. Возможно, здесь есть люди, которые, может быть, ты понимаешь, что то, что вы сделали, Бог вам не прощает. Нам иногда самим себя трудно простить. но есть Евангелие Иисуса Христа. И оно не просто для такого небольшого грешника. Бог пришёл производить грешников к покаянию. И это сильное место о справедливости, да, но это сильное место о милости Божьей. Братья и сёстры, что Слово Божие говорит в отношении нас? Слово Божие в отношении нас. Мы иногда о себе думаем, ну, мы грешники, но мы же слишком далеко не зашли. Все мы так далеко зашли, что дальше уже некуда. Написано, невозможно отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются Ему. Снова. О чём это говорит? Это о том, что Слово Божие нас отождествляет с теми, которые убили Сына Божия. Можно ли это простить? Ну, вашего ребёнка бандиты прибьют к доске по рукам и ногам и уйдут там смеясь умирать. Кто-то может простить? Покажите мне. Я увижу в нём Бога. Мы сделали то, когда мы говорим, Бог нам простил. Бог нам простил то, что по-человечески это не прощается. И мы должны это помнить. Бог к нам был милостив, и мы должны быть милостивы. Псалм опять говорит, милость и суд будут петь тебе. Суд это справедливость, но у Бога есть также и милость, и она, милость даже превозносится над судом. А у нас, у нас тоже должно быть сочетание и суда, и справедливости, и правосудия, и в то же время милости. Потому да благоставит нас Господь. Пребывание в Боге, оно подразумевает пребывание в любви, которая находит выражение милости. И последнее, на что хочу сказать, что очень все не скажу коротко. Есть то, что мы должны сделать с нашей стороны. И есть то, что иногда мешает нам пребывать в Боге. В Библии написано, как возрожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть вы должны что-то принять. Но первый стих, это первое постание Петра, вторая глава, он говорит, итак, отложите. И там перечисление то, и то, и то. И мы иногда сами себя не видим, но хорошо, когда кто-то видит со стороны. И потому мы, как люди верующие, должны быть очень восприимчивы к тому, что нам говорят, советуют, где-то поправляют, где-то корректируют. И я заметил, люди настолько невосприимчивы к этому, чуть против шерсти сразу на дыбы. Ну мы же, неужели мы само совершенство? Братья и сестры, я почти 25 лет несу пасторское служение. Я не знаю ни одного примера, ни одного примера, где бы кого-то пытались подкорректировать, посоветовать, подсказать, и он, знаете, так вот все стороной, с каким-то недовольством, осуждением, и чтобы этот человек, он имел какую-то положительную динамику в своих отношениях с Богом. Это люди деградируют духовно, и многие из них, они заканчивают кораблекрушением вере. То, что мы говорим за кафедрой, часто мы говорим всем и общие фразы. А я просто вижу такую необходимость говорить не всем, а лично, говорить очень конкретные вещи. И блажены те, которые способны к этому прислужить. Да будем мы благоразумны в этом вопросе. Еще хочу сказать, как бы не было, это не звучало банально, как бы это не звучало так обыденно, часто, но надо молиться и читать Слово Божие. Сегодня так много, можно в интернете семинары какие-то, проповедников находить, журналы, книги христианские, это все хорошо, но вот есть Библия, Слово Божие, где Бог говорит нам, и Бог желает, чтобы мы не любите чистое словесное молоко. И мы должны молиться, очень важно молиться, молиться. Мы дисциплинированы в этом. Вот мы говорим о том, что нам нужны переживания, и где их можно найти? Не у экрана, люди ищут, там щелкая каналы одни за другим, но читая Деяния святых апостолов, я вижу, что люди имеют настоящее переживание в Боге, настоящее, не душевное, не какие-то ложные, когда они молились. Деяние апостолов 2 глава, когда они пребывали в молитвах и молениях, сошел Дух Святой. Удивительное переживание. Когда апостолы пришли к своими, рассказали, мы дальше читаем, то они единодушно возвысили голос, и когда они молились, то место поколебалось. Какое удивительное переживание. Корнилий свидетельствует о своем переживании, когда он имел это переживание, когда в таком-то день, в таком-то дне, в таком-то части он молился, увидел ангелы. Апостол Петр зашел на кровлю дома, помолится, и пришел в выступление, видит, опять все связано с молитвой. Павел вошел в храм, и когда он молился, пришел в выступление, и явился Господь, сказал, поспеши оставь. И потому мы должны дисциплинировать все в этих вещах, и доблагоставить нас Господь. Благостави Господь, братья и сестры, Господь сказал, прибытьте во мне, и я в вас. У нас есть будущность и великое славное будущее, если мы пребываем в Боге. Если мы вне, то это горе. И потому Господь призывает нас к истинному христианству. Сегодня номеральное, формальное христианство, оно не работает, поверьте. Сегодня такие, как говорят, красивые слова, вызовы. Мы не можем правильно реагировать, когда мы просто многое знаем, мы просто так формально. Сегодня Господь нас призывает ближе. И тот же Асав говорит, такие слова. Когда-то много чего хотел в этой жизни, мешок серебра и новую колесницу, говорит, а мне благо приближаться к Богу. На Господа я возложил свое упование. Теперь ничего не хотел, дальше все хотел. Пусть Бог поможет нам иметь это пребывание с Ним и в Нем. Давайте еще помолимся. Спасибо.